Всем привет, друзья мои! Сегодня я иду получать тафель. Мне дали документы в социал-амте, и я теперь могу получать тафель. На своем канале я рассказывала, что с 1 октября я не работаю. Кто не видел это видео, посмотрите на моем канале. И сегодня мне дали документы, что я могу посещать тафель. И в моем городе тафель дают два раза в месяц. Меня зачисляют сейчас в какую-то в одну из двух групп. Одна группа для украинских беженцев, другая группа для всех остальных. Так как я украинка, но не отношусь к украинским беженцам, то меня зачислят ко всем остальным, не к украинским беженцам. Исличие между украинскими и неукраинскими беженцами в том, что украинские беженцы это беженцы по 24 параграфу, то есть это временная защита. Неукраинские беженцы это другие разные параграфы. Отличаются не только параграфы, но и социальная помощь, получение на разрешение работы, получение на разрешение курсов. Я разрешения на прохождение курсов интеграционных не имею, поэтому немецкий я изучаю сама. Сейчас я готовлюсь к прюфангу, к экзамену, поэтому я не работаю и поэтому я иду получать тафель. Я очень люблю это утреннее время, особенно в зимние часы, когда на улице еще солнце не встало, когда еще солнце не вышло. На улице пасмурно, и запах свежей выпечки, свежего хлеба и горячего кофе, это прекрасно. Тафель можно получить с 7.30 утра до 11.45. Есть 4 цвета, 4 группы, которые поделены по цветам. Это синий, красный, зеленый и черный. И каждая группа приходит в свое время. Допустим, с 7.30 до 9.00 получают люди, которые зачислены в синюю группу. Выдают такие вот, как таблички, беджики. Потом с 9.00 до 10.00 получает красная группа. Потом с 10.00 до 11.00 получает зеленая группа. И с 11.00 до 11.45 черная группа. Но в следующем месяце группы поменяются местами. Те, которые получали попозже, будут получать пораньше. Потому что к концу дня уже как бы поменьше остается продуктов. А в начале дня, кто получает, то те получают немножко побольше. Но это не потому, что специально так распределяют. Просто так получается. Но сегодня я иду, я еще не знаю, в какую группу меня зачислят. То есть, в одной из двух групп. А потом, в какой день я буду получать, какой цвет мне присвоят, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Вот я уже подхожу к тому месту, где выдают тафель. Уже собрались люди. Друзья, очередь здесь занимают пораньше, потому что бывает очень много людей. И все хотят получить пораньше, потому что с утра бывают продукты лучше, чем попозже. Ну, то есть, все хорошее забирают сразу. Вот уже люди стоят. Дорогие друзья, сейчас я показываю распаковку тафеля. Вот такие бананы дали. Они совершенно зрелые, спелые. И то, что они с темненькими пятнами, это ничего страшного, потому что они всегда бывают очень сладкие и хорошие. Вот такой вот помело прекрасный, огромный. Это все на одну персону я показываю. На одну персону мне дали. Моей маме пока тафель не дают еще. Вот такой апельсин, вот такая вот хурма. Это каки на немецком называется. Два мандарина. Один киви. Один лимон. Одно яблоко. А, вот два яблока. Одно красное и одно зеленое. Вот такие фрукты. Вот такой вот кварк. 20% 250 грамм. Кварк это кремообразный мягкий творог. Рукола. Шампиньоны. Вот такой салат. Два таких салата. Вот такой айсберг. Вот такой кальраби. Кстати, очень люблю кальраби. Свежая, упругая. Баклажан. Зеленый лучок. Вот такой вот зеленый лучок. Еще одна упаковка рукавы. Вот такой вот крес салат. Вот такая вот головка тоже салата. Картошка. Маленькие помидорчики. Вот такие вот. Я думала, что это называется черри. Но написано, да, черри, Рома. Чей-то мать, помидорчики черри. Вот чуть-чуть упаковка порвалась, поэтому их в тафель, наверное, отправили. А так они свежайшие и хорошие. Картофельный суп. Картофельный вот такой вот суп. Брокколи тоже хорошая. И перезревшая, хорошая брокколи. Вот такой вот салат. В пакетике. Это нужно срочно съесть, потому что он свежий, хороший, но чуть-чуть примялся. Вот такой огурец. Салфетки. Шампунь. Еще шампиньоны. 400 грамм. Вот получается две упаковки по 400 грамм шампиньоны. И еще вот так вот помидорчики. Тоже хорошие, целые все. Прекрасные помидорчики. Морковка. Морковка. 5 штук морковочек. Один цукини. Паковка изюма. 250 грамм изюма. Вот такие карамельки молочные. Мама, кстати, их очень любит. Паковка макарон. Ягоды. Малина. Зерна граната. Малины 125 грамм. 80 грамм зерна граната. И две упаковки голубики. По 125 грамм. В общем, 250 грамм голубики. Салаты. Нудельный салат. Паста салат. Ну, макаронный. Там с морковкой, с овощами. Две упаковки. По 250 грамм. 230 грамм. И вот такой салат. Тоже овощи. Салат карри написано. Ред карри. Вот овощи. Что там еще? В общем, соус какой-то. Посмотрим. Написано, что белые бобы в составе. Соус. И другие всякие овощи. Салаты, лук, паприка, кукуруза. В общем, вот такие вот два салата по две упаковки. Вот такие вот бобы. Это веганская еда. Вот такие вот бобы. Там чия. Маш. Здесь, ага. Здесь маш и чечевица. Это уже приготовленная еда. Такой сыр. Это козий сыр. И вот такой мини тоже сыр. Это сыр с белой плесенью. Я их очень люблю. Один литр молока. И вот такие вот веганские стейки. Вот. Вот такие вот. Вот такие. Это веганская еда. Но она очень вкусная. Я это очень люблю. Это вот из брокколи бургер. Тоже это очень вкусно. Такой вот круглый черный хлеб. Кстати, мягкий. Хороший. Ржаной хлеб. Я очень такой люблю. И мама любит. Вот такие вот булочки. Замель. С пластификой. Отличные булочки. И печенье. Вот печенье. И прекрасные розы. Совершенно в прекрасном, хорошем состоянии. Обычная их цена 4,50. Вот 4,50. В прекрасном состоянии букет цветов. Что очень приятно. Вот это мне дали в тафеле, друзья мои. В тафеле я познакомилась замечательно с семьей. Вилли и Тамара. Они немцы, поздние переселенцы. Поэтому говорят хорошо на русском языке. Мы познакомились там. И они мне показали все, как там происходит. То есть провели меня. Везде все показали, рассказали. И потом они на машине подвезли меня домой. С моими тяжеленными сумками. За что я им очень благодарна. И мы обменялись номерами телефонов. И я надеюсь, что наше знакомство продолжится и дальше. Потому что эта семья очень интересная. Вилли играет на гитаре. Сам пишет песни. Музыку. Очень талантливый человек. Если он разрешит когда-нибудь, то я поставлю на своем канале одну из его песен. С удовольствием. На сегодня все, друзья мои. Но я не прощаюсь с вами навсегда. Я жду вас на своем канале. В своих новых видео. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok